Внешне кажется, что на территории пляжа пески мусора нет. Но опасность кроется как раз в том, что пляж песчаный, и внутри него очень много мелкого мусора. Больше всего встречаются здесь сигареты какие-нибудь или кости. Что бы ты сказал тем гражданам, которые оставили эти окурки? Много чего. Дело в том, что мы иногда гуляем по пляжу и очень горечно наблюдать, когда несознательные наши граждане, которые вместе с нами живут в одном городе, допускают захламление территории. Я считаю, что это неправильно. Обычно для уборки территории выбирают самые любимые для жителей республики места. А они, как правило, всегда у воды. У нас пластиковая бутылка, она имеет очень длительный срок разложения в естественной среде. Это даже до 100 лет доходит. Понятно, что мы не можем оставить и, во-первых, жить в таком состоянии, в такой природе, и оставить после себя. Поэтому наша задача – именно освободить наши берега от мусора. За час работы участники в рамках нацпроекта «Окология» собрали 47 мешков с мусором. Те, кто участвовал в уборке пляжа в прошлом году, отметили, что сегодня он выглядит чище. Но проблема все равно не решена. Я глубоко убеждена, что какие бы мы не создавали законы федерального уровня, регионального уровня, какие бы мы не предусматривали, например, штрафные санкции за несоблюдение чистоты, за нарушение экологических правил и так далее, это все в полноценном объеме работать никогда не будет, если мы не будем заниматься профилактикой, если мы не будем заниматься пропагандой, если мы изначально сами для себя и для других не будем принимать серьезное решение не сорить. И если кто-то летом придет отдыхать на пляж, правильным решением будет унести свой мелкий мусор с собой и выбросить в контейнер. Это будет ваш маленький вклад в защиту берегов Онежского озера. Татьяна Калиева, Борис Касьянов, Служба новостей.